Здравствуйте! В эфире программа новостей на телеканале ВУЧ. В студии для вас работает Тимур Акмаев. О последних событиях в городе и республике вы узнаете в ближайшие минуты. Не переключайтесь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Администрацию заявлений по предварительному уведомлению заявителя. 24 июня специалисты обследовали пострадавшее жилье по улицам Яутинская, Боженко, Челюскинцев. Также в городской администрации продолжается прием заявлений от лиц, чье имущество пострадало в результате ракетного удара со стороны ВСУ. Кроме того, глава Красного Луча Сергей Рыбальченко и его коллеги встретили здание администрации с жильцами пострадавших домов от тактической ракеты Точка-У. По итогам встречи проведено рабочее совещание с ГОВД МВД, ГПСО МЧС, УТСЗН, с Управлением Пенсионного фонда и отделом записи актов гражданского состояния Красноульского городского управления юстиции. На совещании рассматривались вопросы от граждан города, которые пострадали 16 июня. Правительство ЛНР своим постановлением установило курс рубля-гривни при определении цен на товары и услуги в размере 1,5 к 1. Об этом информирует Пресс-служба Правительства Республики, а также о том, что кредитные организации до 27 июня проводят безналичную конвертацию на личные гривны, принятой у субъектов хозяйствования в качестве выручки по 2 рубля за 1 гривну. В правительстве добавили, что до 28 июня Госбанк будет проводить безналичную конвертацию гривны, инкассированной у филиалов иностранных банков, аккредитированных и осуществляющих банковские операции в ЛНР, в российский рубль по курсу 2 рубля за гривну. Постановление вступает в силу с 25 июня. 23 июня в начале трех часов дня на номер Красноучского ГПСО МЧС ЛНР поступил звонок от 77-летней жительницы многоквартирного дома на третьем микрорайоне. Женщине нужна была помощь в открывании квартирной двери. Пенсионерка готовила еду на газовой плите. В какой-то момент она вышла в подъезд, а дверь захлопнулась. Женщина испугалась, что пригорание пищи в кастрюле может стать причиной сильного задымления, а в худшем случае – пожара. К месту происшествия прибыл дежурный караул пожарно-спасательной части номер 15. Забравшись по специальной лестнице в окно квартиры, спасатели выключили газовую конфорку и открыли дверь ключами изнутри, не причинив никакого ущерба имуществу. Профессионалы выполнили поставленную задачу в течение пяти минут, сообщает пресс-служба МЧС ЛНР. Сводная бригада коммунальных служб города начала расчистку трассы водоохранной зоны Красноульского департамента ГУП ЛНР «Луганск-Вода». Об этом информирует городская администрация. Работы проводились с целью дальнейшей укладки водопровода диаметром 315 мм, которые будут пролаживать с центральной насосной станции улицы Хасаново на 3-м микрорайоне. Сегодня сотрудники коммунальных служб покосили траву, вырубили поросли и удалили деревья. Работы по укладке водопровода будут проводить специалисты из Республики Башкортостан. 24 июня в Петровской школе номер 22 имени генерал-майора Мени Галиша и Муратова бригада рабочих из Башкирии продолжает обрабатывать пиломатериалы раствором огнезащитной пропитки. Об этом информирует Красноульская администрация. Деревянные конструкции подвержены угрозе возгорания, поэтому защита древесины от огня важна для пожарной безопасности. Обработка необходима для того, чтобы предотвратить риск возгорания, а при возникновении пожара снизить быстрое распространение огня. Согласно распоряжению исполняющего обязанности главы Красноульской администрации в день молодежи 27 июня 6.00 до 22.00 установлен полный запрет на розничную торговлю алкогольной продукцией, в том числе пивом, всеми субъектами хозяйствования, независимо от формы собственности. За незаконную продажу товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена, предусмотрена административная ответственность в виде наложения административного штрафа на граждан в размере от 1.000 до 5.000 российских рублей, на должностных лиц от 5.000 до 20.000, на физических лиц предпринимателей и юридических лиц от 20.000 до 50.000 российских рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой. Государственный банк Луганской Народной Республики уведомляет о том, что в субботу, 25 июня, в Красном Уче будет работать дежурное отделение по адресу улица Ленина, 50. Об этом сообщили финучреждения. Время работы с 8.30 до 16.00. Перерыв с 12.00 до часу. На этом я заканчиваю программу новостей на телеканале «Луч». Мирного всем неба! Берегите себя! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова